Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Тут вопрос стоит о жизни и смерти, можно сказать. Жители Прикубанского района могут сделать прививку от COVID-19 прямо на базе многопункционального центра в поселке Кавказском. О важности вакцинации говорят врачи. О том, как защитить своих родных и близких, высказываются уже вакцинированные известные и уважаемые люди Карачаева-Черкесии. Члены общественного совета провели ряд встреч и уроков мужества в школах Зеленчукского района. Они рассказали ребятам о жизни и героизме наших мужественных земляков. Мы справились с этой задачей. Девочки футбольной команды «Адык» вернулись в Карачаево-Черкесию с золотыми медалями Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. В поселке Кавказском Прикубанского района на базе многофункционального центра открылся дополнительный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь жители района смогут привиться и также получить необходимые услуги в МФЦ. О том, как проходит вакцинация в новом пункте, узнавал Альхан Лебешоков. Жительница поселка Кавказский Диана Баташева сегодня пришла на ревакцинацию. Ранее она уже прививалась вакциной «Спутник Ви» и в период второй волны не болела коронавирусом. Перед прививкой измеряют температуру тела, давление и сатурацию. Вакцинация просто необходима, чтобы уберечь себя и своих близких от этой коварной болезни, говорит жительница поселка Кавказский Диана Баташева. Я делаю первую вакцину в апреле и в марте. Чувствовала себя хорошо. Вторую вакцину тоже решила сделать, но вообще я работаю. И я пришла сегодня в МФЦ оформить свои документы. И я увидела, что здесь можно делать вакцину и сразу решила сделать ее здесь, потому что это удобно, не нужно. Мне нужно было отпрашиваться с работы, уходить, делать вакцину. А здесь я решила это делать сразу. Многие жители Прикубанского района приходят получить необходимые услуги в многофункциональном центре. И поэтому здесь теперь можно и вакцинироваться быстро и удобно. Такие пункты необходимы, чтобы без очереди привиться, отмечают работники МФЦ. Так как посещаемость МФЦ граждан небольшая, то есть на данный момент у нас в среднем в день проходит 80 человек, где-то плюс-минус. Соответственно, охват большой. И для удобства посетителей, чтобы не ждать очередей в ЦРБ, в других местах вакцинации, они могут пройти здесь. Даже пока миссия у них, например, принимают их дела, заявления, могут в этот момент пройти спокойно вакцинацию. В новом дополнительном пункте вакцинации доступны отечественные вакцины «Спутник Ви», «Эпивак Корона» и «Спутник Лайт». Теперь каждый житель района сможет привиться от коронавируса, не посещая медучреждения района. Понимаете, тут вопрос уже не в хотениях, тут вопрос стоит жизни и смерти, можно сказать. Потому что расплата именно в первую волну, я был руководителем Северного госпиталя. Эти волны, каждая последующая волна отличается от предыдущей степенью летальности, степенью осложнений. То, что, например, с чем мы боролись в первую волну, оно же несоответственно сейчас, то, что происходит с населением. И для этого единственный путь, чтобы наш гость под названием ковид ушел от нас, это вакцинация. После вакцинации необходимо ограничить на три дня общения с людьми и физические нагрузки. Аля Ханепшоков, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. Коллективный иммунитет. Как его выработать? Главный врач Центра медицинской профилактики Энвера Байчоров рассказал о важности прививки от коронавирусной инфекции, так как новый дельта-штамм распространяется с неимоверной скоростью. Со слов главного врача, население республики должно осознать всю серьезность положения. Поэтому вопрос вакцинации остается приоритетным. Вакцина, разработанная в институте имени Гамалея, эффективна против действующих штаммов, говорит Энвер Байчоров. Доктор обратился к гражданам переломить в себе негативные отношения вакцинации и сделать прививку, тем самым обезопасить себя и своих близких. Растет количество заболевших, растет количество смертей не только у нас в стране, не только у нас в республике, но и по всему миру. И единственный выход, как можно выбраться из этой ситуации, это вакцинация. Вакцинация населения. Причем, если раньше мы говорили, что для поддержания и создания коллективного иммунитета достаточно 60-70% населения, чтобы привилось, то на сегодняшний день цифры возрастают, потому что новые, появляются все новые штаммы коронавирусной инфекции. Эти штаммы отличаются высокой контагиозностью, высокой скоростью передачи от одного человека к другому человеку и быстрым развитием осложнений. Поэтому на сегодняшний день вопрос вакцинации остается приоритетным вопросом для всего медицинского сообщества России и всего мира. Конечно, в этом деле есть успехи. Наша страна первой запатентовала и выпустила вакцину. В настоящее время этих вакцин в России несколько, и все они уже доказали свою эффективность в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Поэтому я еще раз призываю жителей нашей республики активнее прививаться. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 28 452 человека. Из них 24 726 выздоровели, 906 человек госпитализированы. Печальная весть. На 70-м году ушел из жизни видный общественный деятель, руководитель малокарачаевского районного отделения Республиканской общественной организации «Карачаилан Халк» Аубикир Харунович Узденов. Исключительная внутренняя энергия в сочетании с активной гражданской позицией не оставляли равнодушным благотворительную натуру Аубикира Харуновича к проблемам и чаяниям простых людей. Он выбрал нелегкую стезю по зову души. Его искренне заботили вопросы сохранения культуры, языка и традиций карачаевского народа. В памяти соратников Аубикир Харунович останется истинным патриотом своей малой и большой родины. С 1 ноября появилась новая субсидия для поддержки пострадавших от коронавируса отрасли. Заявление принимают налоговые органы. В перечень попали физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, причем как для детей, так и для взрослых. Кинотеатры, стоматология, салоны красоты и не только. Подробные условия, как получить субсидию, можно посмотреть на сайте налоговой службы. 116 налогоплательщиков Карачева-Черкесии уже представили свои заявления. До 15 декабря можно подать заявку. А выплачивать субсидию начинается с 15 ноября и до конца года. Претендовать на получение субсидий могут организации и индивидуальные предприниматели, которые на 10 июля этого года входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие организации. Также необходимо входить в перечень наиболее пострадавших отраслей по АКВЭД. Например, это у нас парикмахерские, салоны красоты, грузовые перевозки, стоматологические услуги и так далее. Полный перечень указан в постановлении правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 года. Номер постановления 1513. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 3-8, в горах до 13 градусов мороза, а днем 6-11 выше нуля и местами до плюс 6. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, а днем 9-11 градусов тепла. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Решение вакцинации многим дается не так просто, но все равно больше тех людей, кто желает сделать прививку, и темпы вакцинации с каждым днем увеличиваются. Я как-то, как, наверное, и многие. Я где-то не верила, где-то не хотела и так далее. Наверное, человек так создан, что когда видишь близких, родных, когда заболевает старшая дочь, младшая, старшая в очень тяжелом состоянии, ребята, я этого, это просто тот, кто это не ощущал, это невозможно. И если нам объясняют о том, что привиться, это не значит, чтобы не заболеть, а заболеть, но в легкой форме, это спасение. Поэтому я с радостью пошла и привилась. Если мы будем все вместе и все это сделаем, то я считаю, что мы победим. Почу еще обратиться ко всем жителям нашей Карачаево-Черкесии, что вы даже не представляете, когда первый раз я привилась, было такое ощущение, а как я перенесу, а будут ли какие-то симптомы и так далее. И когда это было почти никак, а вторая еще легче, появляется уверенность. Но уверенность не потому, что ходи куда хочешь, делаешь, нет, нет, соблюдать надо. Но уверенность в том, опять я подчеркиваю, что ты, если ты заболеешь, ты легко ее перенесешь. Так что прививайтесь, пожалуйста. Военно-патриотическое воспитание молодежи является одним из приоритетных направлений работы Совета ветеранов и Общественного совета МВД России Зеленчукский. Накануне своего профессионального праздника Дня сотрудников органов внутренних дел члены Общественного совета провели ряд встреч и уроков мужества в школах Зеленчукского района, где ученикам рассказали о жизни и героизме героя Советского Союза Ивана Меркулова и героя России Дугербе Узденова, которые в свое время служили в органах внутренних дел. На примере таких простых людей, как Меркулов Иван Петрович, который сержант милиции, который во время войны и майор милиции, ветеран Узденов Дугербе Танаевич, который, когда работая в органах, когда напал фашист на нашу страну, они оружием в руках пошли защищать свою родину. После войны Дугербе Танаевич долгие годы работал в органах внутренних дел, боролся с преступностью и, как Меркулов Иван Петрович, был примером для подражения молодых сотрудников гражданской молодежи. Они оба внести большой вклад в укрепление дружбы между народами нашей многонациональной Карачаево-Черкесской республики. Золотые медалисты Всероссийского фестиваля детского дворового футбола вернулись к Карачаево-Черкесию. Отложив свои награды, девочки футбольной команды «Адык» уже принялись за плановые тренировки, которые проходят в родном школьном спортзале. С ними встретилась Фатима Даурова. Второе место. Чемпионы России. Черкесск. Спартак. В Академии Спартака. Девчата. Чемпионы. Вот как эмоции. Как они все плачут. Самые настоящие живые эмоции победителей Всероссийского фестиваля детского дворового футбола «6 на 6». Юные футболистки команды «Адык» из Адгихабля оказались самыми лучшими среди девичьих команд, не пропустив ни одного мяча в свои ворота за весь турнир. Команды были в шоке, что какая-то аульская команда их обыграла. Если мы выиграли достойно, по один день, наверное, это и характер сказался, настрой девочек. Плюс стали чемпионами. Поэтому огромная благодарность команде, которая выложилась на 100%, если не больше. Каждая себя показала, сыграла как может, поэтому выделять никого не буду. Но огромное спасибо всем. Автором победного гола стала Алия Шибзухова, которая забила пять мячей за весь турнир. Ее коллега, голкипер Маляка Кемова, удивила всех судей своим профессионализмом и умением отбивать мячи от своих ворот. Воля к победе у девчонок была настолько сильной, что отступать никак нельзя было. Ну, было, естественно, тяжело, как в любом матче, какая бы команда ни была профессиональная, непрофессиональная, в любом случае бывает тяжело. Это волнение, это, ну, как бы, ты переживаешь за команду и за себя. Ну, вратарь, это, как говорят, полкоманды. И вратарь переживает за всех. И за защитников, и за нападающих. И за себя в том числе. Ну, мы справились с этой задачей. Мы, видимо, вошли в азарт и так. Дошли до полуфинала, не пропустив одного мяча. Я говорю, мы вышли на финал. И я говорю, девочки, давайте добьем нашу цель, не пропустить ни одного мяча и стать чемпионами в сухую. Мне не было вообще страшно. Первый тайм мы не могли забить голы. Я много раз била, но вратарь все отбивал. И второй тайм мы вышли, и оставалось минуты две, и я забила гол, и мы выиграли. Такой высокий показатель на всероссийском турнире это результат усиленных тренировок под чутким руководством заслуженных тренеров Карачаева-Черкесии Виталия Кундохова и Артура Ибазова. Девочки не собираются останавливаться на достигнутом. Эта победа всего лишь очередной стимул к другим вершинам. Фатима Даурова, Мусалий Шаков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева-Черкесия, Адгихабль. Таким был четверг Карачаева-Черкесия. Прямо сейчас отборочный матч Чемпионата мира Россия-Кипр. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. Болеем за наших. Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин